Всем привет, ребята! Сегодня долгожданное видео о самом большом и сложном проекте на канале. Акваформикарий. Таинственный остров. В этом выпуске мы подведем итог содержания акваформикария, который присуществовал около полутора лет. Посмотрим, что случилось с муравьями и подводными жителями. В общем, усаживайтесь поудобнее и мы начинаем! Что же такое акваформикарий? Это уникальный проект, который сочетает в себе полноценный подводный мир с рыбками, креветками, улитками и растениями, а также остров Искоряк, где живут муравьи, колемболы и растения. В общем, как вы видите, довольно разнообразный и удивительный уголок, который притягивает к себе взгляд и за которым можно наблюдать часами, сидя с кружечкой чая или еще чего-нибудь. Стоит понимать, что это очень подвижная, живая среда и с каждым днем она менялась и этим еще больше влюбляла в себя. Начнем с подводной части. В этом проекте подводному миру было уделено максимальное внимание. Посажено множество растений, которые меняли внешний вид всей банки с каждым днем. Какие-то росли лучше, какие-то хуже, но в целом чувствовали себя хорошо. Список растений будет в описании к видео. Отдельно могу выделить почвопокровку Элеохарис мини. Это растение я использовал впервые, и оно меня приятно удивило. Симпатичная и не особо прихотливая мини-травка. Акваформикарий был заселен рыбками Разбора Бригита, Тетра Аманда и Атоцинклюс Афинис. Они прекрасно тут прижились. Были немного пугливы, но всегда могли спрятаться в густых зарослях растений. Радовали своим ярким окрасом и интересным поведением, даже несмотря на свой маленький размер. Немаловажная роль отводилась к креветкам. Сюда были заселены красный и черный кристалл и амана. На определенном этапе жили и фильтраторы, но они не задерживались долго, а используя коряги, очень ловко покидали аквариум и находились позже на полу. Остальные креветки прекрасно тут обосновались. Всегда было интересно наблюдать, как они паслись в поисках пищи, очищали камни и растения от водорослей, ну а само кормление вызывало истинный восторг. Спустя несколько месяцев они дали потомство. Маленькие креветосики разбрелись по всему дну и деловито прохаживались, подбирая корм. Так как креветки-кристаллы были нечистой крови, в первый же приплод родились малыши синим цветом. Было крайне необычно наблюдать за ними. Я уж думал, что произошла какая-то мутация и я вывел новый вид. Но все оказалось проще. Видимо, нагуляли когда-то с синими креветками мои кристаллики. Ну а о манке без комментариев. Кто их содержал, знает, что это такие деловые и важные колбасы, которым особо на всех все равно. Но они отличные борцы с водорослями. В акваформикарий проникли и улитки. Скорее всего, с растениями попали катушки, которые, естественно, я сам не заселял. Они начали заполнять все пространство. Но после подселения хищных улиток, их количество значительно сократилось. В целом, среда была стабильная. Днем я подавал углекислый газ, который отключал за час до выключения света, чтобы на ночь в воде успел скопиться кислород. Подробнее о технической части я рассказывал в первой части видео про акваформикарий. Ссылочка на две предыдущие части будет в описании. Но был один усатый нюанс, который периодически скидывал с верхней полки растения в горшочках прямо в аквариум. Этому я был безумно рад. Особенно вылавливать потом землю из воды. Это неминуемо приводило к вспышке водорослей и последующей борьбе с ними. В общем, кот скучать абсолютно не давал. Ну что, давайте теперь вернемся к надводной части. Ведь в нашей конструкции из воды возвышаются коряги с множеством ходов, куда были заселены муравьи темноторакс. И поначалу все шло прекрасно. Они заселились в один из нижних ходов и достаточно активно питались. Получали они сахарный сироп и мелких туркменских тараканов, которые приковывались коряги иглой. Это была защита от попыток муравьев утащить таракана в свое логово, которое неминуемо приводило к падению всех участников воду. Но наступила зима, и муравьи ушли в диапаузу. С приходом весны я не увидел какой-либо активности. Муравьев не было видно. Их нора прилично заросла мхом. Поэтому пришлось вооружиться ножом и очистить корягу. Спустя некоторое время их нора все-таки была найдена. Все было вокруг мокрое, склизкое, ползали мини-мокрички, но муравьев не было видно. Как я не пытался посмотреть внутрь их гнезда, никаких движений не обнаружил. Надежда умирала последней, и взяв зубочистку, я тщательно проверил содержимое. К сожалению, я обнаружил только какие-то муравьиные останки. Были проверены и другие ходы, но поиски не увенчались успехом. Семья не пережила зимовку. Хорошо себя чувствовали только растения. Тилансии отлично росли и даже цвели. Цветки у них, надо сказать, просто бесподобные и необычные. Отлично прижился и хиднофитум. Очень интересный зверь, клубни которого могут жить муравьи. Он активно пошел в рост, и его клубень даже открыл снизу ход для заселения муравьев. Я пару раз выпускал капканчиков погулять на остров, которые должны были помочь отыскать темнотораксов. Но это не помогло. А вот из муравьиного растения я когда-нибудь хочу сделать отдельный, полноценный проект с заселением туда муравьев. Несмотря на все трудности, проект акваформикарий получился шикарным. В общей сложности он просуществовал полтора года. В настоящее время он разобран и в ожидании запуска с абсолютно другим сетапом. Сейчас в интернете все сложно, и поэтому видео будут выходить на различных платформах, включая YouTube, Routube, VK и Яндекс.Дзен. Но самым основным быстрым источником информации станет телеграм-канал. Там прямо сейчас в режиме онлайн вы можете наблюдать развитие новой семьи муравьев. Присоединяйтесь. Ссылочка в описании к видео. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые ролики. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok